Женя Герасченко Рости, дубок, набирайся сил Щоб рід наш тут щасливо жив Бери, дубок, сили від землі Щоб діти завжди міцними росли Ти грає на сонці листочками Хай триває рід з нами тонечками Розростаючись кроною могутньою Ти у грізний час від хмарих дощу Підростай, дубок, знам'я віків Від окультних нас бережі ланцюгів І тепер усі вистина видна І у всіх дітей є батьківщина Підростай на сонці з листочками Хай триває рід з нами тонечками Розростаючись кроною могутньою Ти у грізний час від хмарих дощу І сади, ліс прикрашають будинок І успеху рятує прохолодний ставок Гости, дубок, мрію наближай І століттях цю красу зберігай Вигравай на сонці листочками Хай триває рід з нами тонечками Розростаючись кроною могутньою Ти у грізний час від хмарих дощу Рости, дубок, набирайся сил Щоб рід наш тут щасливо жил По степям і дубравам, і летом, і зимой Ми йдем не за славою, ідем за мечтой Нам под звездною ввысью поют кавли Нет поэзии выше дыхання земли Что ж может сравниться с величьем горь С трепетанием зорницы над гладью озер Что он будет сильнее, чем крик шуравля Что, быть может, роднее, чем эта земля Мы скитались по свету не ради наград Шли по тайным приметам, прилик наугад Мы такие в дороге видали края Что поверят едва ли рассказу друзья Я хочу, чтобы сыну явился во сне В небе глин журавлины, плывущий к луне И участье пробудет собратьям меньшим Пусть живое пребудет на свете живым Пусть несется сквозь годы Отцовский завет Человек сын природы Коль он человек Ну все, благодарю Доброго дня всем! Спасибо Рад всех приветствовать Хочу сразу поблагодарить всех Кто купил раньше немножко билет И пришел, чтобы мы разгрузились Еще хочу перед теми извиниться за эмоции Потому что подготовки много Может, кому не так что ответил Поэтому улыбнитесь, простите меня И мы начинаем наш прекрасный концерт И одновременно интересную практическую конференцию Сегодня выступят люди из разных городов Не только Белоруссии, так же Украины и России Вот еще человек Рома, он едет с Питера И говорит, я вот подъезжаю, подъезжаю уже здесь Привет, спасибо Все, я успокоился, надо начинать Мы живем И, ну, каждому из нас, конечно, хочется делать что-то хорошее Но когда мы в одиночку, у нас мало что получается Поэтому вот такие мероприятия И это мероприятие, оно нужно, чтобы обрести единство И чтобы мы подружились, соединились и делали хорошие, добрые дела Для мира, для планеты, для Вечности и ради любви Вот, поэтому сегодня у всех выступающих будет прослеживаться О своем выступлении вот эта вот нить И я думаю, что целостность вы почувствуете и почувствуете Вот И начать выступление Я бы хотел с такого маленького видеоролика 56-секундный Как люди уже объединяются И, в частности, посадили сад в Ростовской области Вот Цвет, пожалуйста, если можно Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ни херомат, ни предсказатель, ни не Бог Он сам за то, чтоб ты себе помог Взлететь к всея любви верха Поверь в мечту и сформулируй цели Семь раз проверь всех мыслей чистоту И улыбнувшись желтому осеннему листу В последний раз призять на детские качели Ты был одним, но миру станет лучше Коли задуманное ты осуществишь Детей и мысли светлые родишь Деянием добрым сам разбудишь души Возьми ответственность ты за судьбу планеты В сомнениях, но твердо и четко реши Невозможного нет, бери и верши Тогда на все вопросы ты найдешь ответы Тогда и те, которые не верили, поймут Во вдохновении на путь свой станут твердо Проснутся на рассвете гордо Тысячелетний сбросивший хомут Откроем дверь счастья в новый век В страну чудес и волшебства Святого мира, света колдовства Творец, в котором человек Наши круга, но спирит Легче Я рад пригласить на эту сцену Первых участников нашего концерта Ребят из поселения Россы Олега и Олесю Русака Вот Здравствуйте Начнем? Начнем конференцию символично С песни нашего общего друга С песни про всех нас Про то, к чему мы стремимся Чем мы занимаемся Про поместье Свою самую Свою самую лучшую песню В родовых мы напишем по листях Мы напишем с любимыми вместе На живом населенном холсте Где все краски в гармонии с миром Воздух холод, пыльцом и эфиром И смешливые шустрые детки Моют ножки розой на заре Ароматы цветочные Ароматы цветочные Над землей рассекаются Ароматы цветочные Замираются вновь Ничего в этой жизни Никогда не кончается Ничего не кончается Ничего не кончается Только все началось На веках мы строим поместья На веках сажается мы На веках собрались все вместе На веках и я и ты Первой строчкой куплет разрисую Молодою травой муравью А вторую раскрасим цветами Ягод разных добавим чуть-чуть Но в третьей строке зарифмуем И кусты, и деревья с плотами А в четвертой отправим потомкам В пихтах соснах и гетрах Все все Ароматы цветочные Над землей рассекаются Ароматы цветочные Собираются вновь Ничего в этой жизни Никогда не кончается Ничего не кончается Только все началось На веках мы строим поместья На веках сажается мы На веках собрались все вместе На веках и я и ты Это песня Саши Гродникова Одного из партов Который очень много ездил в караване Недавно он ушел из этой жизни Из нашего материального плана Но его песни остались с нами И год воплощается в прекрасном будущем Ароматы цветочные Над землей рассекаются Ароматы цветочные Собираются вновь Ничего в этой жизни Никогда не кончается Собя, ничего не кончается Только все началось На веках мы строим поместья На веках сажается мы На веках собрались все вместе На веках и я и ты На веках мы строим поместья На века сажаем сады, На века собрали все вместе, На века и я, и ты, На века! Спасибо всем за поддержку этой песни. Я думаю, душа этого прекрасного человека вместе с нами сейчас Яна съедет радостью, Что столько хороших людей осознанно. Следующую песню споем. То, ради чего мы все это делаем, Ради чего мы творим на земле, строим поместья, Ради чего мы вообще живем, чтобы... Ну, в общем, можно сказать, летать. Чтобы душа наша была счастлива, Чтобы душа наша была в единстве, Друг с другом, со всем миром. Чтобы каждая семья Жила в гармонии, Муж и жена, родители и дети, Чтобы земля и небо были в единстве. ПЕСНЯ В ней плывут ПЕСНЯ 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 С тобой и в руке рука Улыбаешься ты И тебе улыбаюсь я А когда вдруг зима Нежданна и негаданна Белым белосым травм Снег летит и блестит Но птиц веселый хоровод Весну уже зовет Как волшебна эта чистота Что строится светом с высока Мы летим с тобой над землей С высоты красота Ее лучше видно Мы летим с тобой И в руке рука Улыбаешься ты И тебе улыбаюсь я Как волшебна эта чистота Что молит подняться В облаках В облаках Полетит с тобой Над землей С высоты красота Ее лучше видно В облаках В облаках В облаках Для раздумий Для осознаний У нас почему то все время в это время Происходит фестиваль военных фильмов В нашей семье Просмотров Да, просмотров И вот мы бы хотели исполнить Песню военных времен Песню Которая, как я чувствую Говорит нам Песня не о войне О том О том, что в нашей повседневной Обыденной жизни Такой достаточно спокойной Политически Мы часто не ценим Миг Каждый миг нашей жизни Не замечаем Каких-то испытаний Которые приходят к нам В этот момент И чтобы устоять В данное мгновение Часто требуется Не одно мгновение И Все-таки Сила духа Пожалуй Ведет нас к победе И эта песня посвящается Больцам невидимого фронта А также людям, которые Целят жизнь А кто такие бойцы невидимого? Это Такое выражение Это Когда человек Растет Не думай О секундах С высока Не думай Не думай Наступит время Сам поймешь Наверное Свистят они Как пули У виска Мгновения Мгновения Мгновенья У каждого мгновенья свой резон Свои колокола, своя отметина Мгновенья раздают кому позор Кому бесславие, а кому бессмертие Из трех одних мгновений заткан дождь Течет с небес вода обыкновенная И ты порой почти полжизни ждешь Когда оно придет в твое мгновение Мгновенья спрессованы в года Мгновенья спрессованы в столетия И я не понимаю иногда Где первое мгновенье, где последнее Не думай о секундах свысока Наступит время, сам поймешь, наверное Свистят они, как пули у виска Мгновенья, мгновенья, мгновенья Помните свою малую родину Встану утром на рассвете Поздороваюсь с родником Улыбнусь, как солнце светит Обольюся холодком Что ты свищешь, вольный ветер Все считаешь провода Разметал ты всех по свету Припутил кого куда Все в поисках счастливой жизни Забыли дружно родину свою А в детстве вместе кочерыжки грызли Беззубая смеясь вовсю Тогда на улицу один велосипед Летали вчетвером на полуспущенных колесах Мне помнится, как раз бронился дед Не досчитавшись штуку в папиросах В захлеб по очередке Зачитывались книжкой Про дружбу, преданность и светлую любовь Соседу с огородом просто так носил излишки Заслушавшись у входа, как поет Тальков Где ты, мой друг, Димка Рыбак? Помладше я был, ты брал меня всюду А помнишь, на тесто клюнул щупак Смеялись весело над этим чудом Где вы, друзья, что на праздник купалы С девчонками сидя всю ночь у костра Кто любит, гадали Венки заплетали В воду пускали и ждали утра Вы есть, но вас нет Телом те, но другие За некоторых фундамент пустой говорит Хотя бы на час вернитесь, родные Послушайте, как в августе камыш шумит Взгляните, как мы село загубили От школы остался разваленный сруб Забросили рощу, сад позабыли Алмаз насверливая в третий зуб Но я в вас верю, невинные жертвы Верю в русскую душу В наше родство Найдя в сундуке школьных писем конверты Поймем, что значит чудо-волшебство Шагнем все вместе мы навстречу солнцу Планету восстановим в первозданный вид Зимой пушистый зайчик засучит в оконце А в августе услышим, как камыш шумит Любовь вернется к нам и в наши семьи Как будто снова познакомятся отец и мать Нас обогреют и простят родные земли Не надо будет больше уезжать Сейчас я рад пригласить на эту сцену Экопоселение Ковчег Россия, Калужская область Анатолий Андреевич Горнаев Приветствую Здравствуйте АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Разрешите представиться Горнаев Алексей Андреевич Мы думали, какие регалии Есть разные регалии У меня есть такая регалия Академия родовых поместьй В свое время я был, пожалуй, единственным академиком Который постоянно жил в поместье своем И читал лекции По теме, о которой сейчас буду говорить Ну думал, думал, какие регалии Шестеро детей регалии, наверное АПЛОДИСМЕНТЫ Восемь внуков АПЛОДИСМЕНТЫ Еще тоже, наверное, важно Чтобы дети оставались рядом с родителями И вот сейчас В нашем поселении Ковчег Уже трое Моих детей Вместе с семьями С детьми Живут рядом постоянно Помните, в зеленых книжках Когда Про отец Анастасии Спел три песни И он Очень сильно изменил общество Помните этот эпизод, да? Вот наукообразности То есть, это самая сильная Вещь, против которого Бессильно другие виды оружия Помните, да? Всего три песни Песня о Справедливом устройстве государства Песня о мудром правителе И песня о счастливой семье Всего три песни Вы как много не сделали И вот Что такое совершенствовать Среду обитания? Ну, я тоже очень люблю Сажать деревья Преклоняясь перед Толиком Орловым Который посадил Больше намного, чем я Деревья Веду такую общественную программу В нашем поселении Об устройстве общей территории Озеленение Засадка окружающих вырубок Деревьями И поместье такое Мое представляет Такой небольшой ботанический сад То есть, это я тоже понимаю Что это совершенствовать Совершенствовать среду обитания Рощу детей, внуков Это тоже совершенствование Среды обитания Но среда обитания И в нас самих То есть, что мы думаем Что мы чувствуем Что мы слышим Что мы видим Какие фильмы Какая музыка И Как разобраться Во всей этой огромной палитре Музыкальной Слуховой Визуальной И в свое время В начале 80-х Мне посчастливилось Познакомиться С удивительным человеком Алексеем Васильевичем Бояршиным Он еще в далекие 80-е Сделал совершенно потрясающие открытия Открытия на стыке Науки и искусства Можно вот сейчас посмотреть Небольшой фрагмент фильма Который я смонтировал Несколько лет назад Фильм так и называется Осознание Осознание Духовных процессов человека Вот Где использованы Авторские записи Самого автора И То, что он говорил Потом Удалось проиллюстрировать Кадрами Которые все мы видели И все мы знаем Пожалуйста Первый фрагмент Как много времени вам потребовалось на то, чтобы прийти к тем выводам жизненным, к тем позициям, в которых вы сейчас стоите? Видите ли, это вся моя жизнь В основном это 30 лет 30 20 лет я уже непосредственно занимаюсь людьми Здесь идет и практика, и теория К чему же я пришел? Что вся мудрость восточная Что если человек нравственно поднимается выше, он во всех видах, даже в боевых, преуспевает Что такое нам несет искусство, вот сочетание вот этой восточной мудрости Сочетание европейской культуры, самого большого искусства Сочетание европейской культуры, самого большого искусства Сочетание европейской культуры, самого большого искусства Вот этот синтез как раз, осознание в себе Пришел ко мне, ну, примерно лет 25 Что это такое? Осознание очень сложных процессов Которые происходят в человеке Мы пока что все это делаем Все про это знаем Что мы не знаем? Мы не делаем акцента на этих очень сложных процессах Впервые человек задумался, почему Почему накопление, вот это противостояние, накопление атомного вооружения Взорвали атом, был человек шокирован Накопились столько простого, обычного вооружения, что можно человечество уничтожить Простым, обычным вооружением Но все-таки осознание пришло, что если продолжать конфронтацию, то есть противостояние, человечество не выживет А что противостояние в каждом человеке, в нас, в каждом Вот это пока что человек не осознал Где это мы чувствуем? А мы это очень прекрасно чувствуем Каждый из нас считает, вот даже в простом, в любом, в бытовом, во дворе Каждый человек считает, вот дай ему, вот он тогда бы все сделал Что это такое? Мать с дочкой не может на кухне разделить взаимоотношения Даже родные люди чуть-чуть ненавидят, да, даже в семье чуть-чуть не доверяют друг другу Вы думаете, это особенность советской психологии или вообще общечеловеческой? Это как раз особенность психологии человека То есть защитное мироощущение, которое накапливало человечество Но очень давно это накапливалось Потому что необходима была структура защиты Но человек, женщина, начала уже рожать защитников Все уходит из нас созидательный начал Что такое созидательный начал? Ну, грубо Это человек из того, что есть, должен сделать лучше В такое время становления все спешат, все торопятся Но люди всегда оказываются на одной из двух сторон Есть те, кто не справляется И именно их мы хотим любить, служить им, опекать А мать Тереза Калькутская Защитник, он наоборот, и концентрация, и его устой Должна для того, чтобы он быстрее опередил здесь, чтобы победил Вот эта вот структура в нас заложена Если мы не расставим на этом акцент, а это вот мироощущение Тысячи мироощущений тех и других Но человечество все больше ставит акцент именно на защитных мироощущениях Вот это управленческая психология, закрытая в институтах Заставить человека быть здоровым уже в медицине, в педагогике Заставить человека учиться В древоскутске все время конфликтные ситуации Все больше обостряются Очень талантливо делаются Я просто хочу, чтобы у моего ребенка был отец Чтобы он рос нормальный, здоровый в остановке Чтобы его не постигла моя участь А ты что думала? Что все можно сделать руками? Все поправить? Морговой тут устроила Ира, когда это все, в конце концов, прекратится? Когда это все кончится? Я тебя как человека про... Я прошу тебя, Ира, неужели ты не видишь, что со мной происходит? Зачем? А как человеку жить, раз он живет в большей подсознательной психологии? Как ему жить? Вот впервые человек должен понять, что от созидательной позиции он только может вернуть здоровье Смотрите, вернуть, я же говорю, что мы уже понимаем, что человек, Человечество больное Но каждый считает себя здоровым А все признают, что человек и человечество здоровое Больное от чего? Вот эти защитные мироощущения, которые человечество накопило Они перешли линию гармонии Это здорово видно, если показывать в сравнении Потому что созидательную позицию человечество еще не потеряло Пока мать хочет, чтобы ее дети были талантливые, умные, честные, да, работоспособные Пока этого человек хочет, все можно вернуть Можно человечеству вернуть Ну вот это вот такой фрагмент Он иллюстрирует, что вот все окружающее нас соткано из разных процессов Но вот Бояшина выделил основные процессы Это защитные, которые тоже нам нужны В каких-то экстремальных ситуациях Ну допустим, происходит война Или происходит какое-то стихийное бедствие Человек концентрируется У него совершенно другие мысли, чувства и даже другое дыхание Но они нужны нам на очень кратковременный промежуток времени У нас совершенно другая физиология в этот момент происходит Но есть процессы, то, что мы называем творческими, созидательными Они нам нужны повседневной жизни Для того, чтобы рожать детей, воспитывать детей Преподавать, передавать здоровье окружающим Это созидательные процессы Но, к сожалению, сейчас все современное искусство Практически все, оно ориентировано на защитные процессы Почему? Потому что они более привлекательные, более яркие И... Ну вот, даже вот по нашему поселению Иногда смотришь на людей Какую они музыку слушают? Это же кошмар какой-то Что это такое? То есть, вроде бы, люди приехали на природу Там сажают с любовью, с удовольствием А вот ту культуру, которая Как раз дело с человечеством То, что мы сейчас видим Они тащат за собой Не надо этого делать Ради Бога Потому что как-то с пищей еще научились различать Что вроде бы яблоко красивое, глянцевое А вот есть его нельзя Это ГМО, вообще-то яблоко Оно там напичкано химией Так же и с искусством Это то же самое Внешне очень яркая, красивая оболочка А внутри-то что при этом? Особенно это касается музыки Есть целое исследование ученых уже Ну, известный вот ученый японец Масара Эмото Многие, наверное, читали И фильмы о нем смотрели Он фотографировал кристаллы воды Под воздействием разной музыки Музыка Баха, Моцарта, Виванди Помните, да, красивейшие кристаллы И какой кристалл возникает в результате воздействия, скажем, музыки тяжелого рока Посмотрите в интернете, кто не видел Это даже не кристалл, это трудно назвать чем-то И если учесть, что мы, люди, тоже состоим в основном из воды То есть в нас это тоже самое происходит Изменения Под действием одной музыки и под действием другой И еще великий Платон говорил, что Музыка это, пожалуй, единственное средство Которое непосредственно может формировать человека Формировать его душу Она проникает в человека помимо его сознания То есть хотим мы слушать, не хотим Все равно так или иначе музыка воздействует на нас Поэтому очень важно, что мы слышим, какие звуки Да, звуки природы Звуки Чебетания птицы Шелест листвы Но еще очень много мы привносим другие звуки И вот то, что вот дети ходят в наушниках Задумайтесь над этим Нельзя этого делать И если говорить о совершенствовании окружающей среды То мы должны понимать, что мы должны совершенствовать диету Должны совершенствовать музыкальную среду Визуальную среду И в этом, конечно, очень здорово может помочь Как раз работа Алексея Васильевича Бояшинова Потому что он разработал совершенно удивительную Азбуку и грамматику духовных процессов человека То есть на самом деле детей нужно в школе учить В первую очередь вот этой азбуке Грамматике Ну понятно, что мы изучаем в школе азбуку обычную Но не учим основной азбуке Азбуке чувств, азбуке эмоций Оказывается, в этой области тоже есть очень строгие закономерности Которые можно изучать, преподавать Я еще хотел сказать, что Народная песня, но об этом еще будем говорить Народная песня, народное творчество является базисом Для стабильности народа И когда уходит речь народная Мне очень нравится, что Белоруссия сохраняется Белорусский язык Просто настолько мне нравится Белорусский язык Язык, сами песни И даже если взять классическую музыку Великих русских композиторов Римского, Корсакова, Чайковского, Мусоргского Они все пронизаны народной мелодикой То есть все-все их творчество Это является обогащением народной музыки И поэтому, пожалуйста, изучайте это творчество У нас в поселении уже несколько лет Идет такой клуб любителей оперы и балета И мы с большим удовольствием изучаем лучшие мировые образцы И в опере, и в музыкальном исполнении, и в балете Потому что они тоже, вот высшее их проявление Это тоже народное творчество Это тоже создал народ И говорить о том, что городская культура, деревенская культура Не совсем точно Есть культура, искусство А есть воздействие на человека чувствами и эмоциями Которые не нужны И еще Михаил Петрович Тининг, выступая в Хабаровске Он говорил об этом Что сейчас идет четвертая мировая война против людей И она идет как раз с помощью эмоционально-образного оружия И нужно очень хорошо понимать, что это за оружие Как от него защищаться Чтобы не только взрослые, но и дети не воспринимали воздействие этого оружия И тогда есть шанс, что мы сохраним здоровье Мы сохраним перспективы развития И больше людей начнет как-то задумываться над тем, как они живут Может быть вопросы какие-то будут Я вот как-то волнуюсь немножечко Да мы сами волнуюсь Леша, приведи пример Как можно сейчас вот прямо войти в состояние, о котором говорил Бояршин Ну, чтобы зал попытался вот сразу Раз, и сделали Ну, да, Алексей Васильевич еще создал такую интересную гимнастику Но это отдельная тема Гимнастика чувства эмоций Гимнастика гармонического совершенства Он очень долго наблюдал за детьми У них вот эти чувства, они очень яркие, проявленные И за счет вот этого богатого эмоционального фона Ребенок осваивает в десятки тысяч раз информацию больше, чем взрослый человек Потому что чувства зажимают очень много информации А взрослый он все больше и больше склопывается И у него вот мало что получается Но это, оказывается, можно вспомнить ребенка в себе Да, потому что у нас он есть, этот ребенок И Алексей Васильевич предлагал просто вспомнить эти состояния Которые были когда-то в детстве, в молодости Ну, например Посмотрите, как ребенок спит, да? Хорошо спит, сладко, очень Вот, оказывается, этому тоже надо учить И вспоминать, и взрослых И детей уже пора вот учить этому Как нужно спать Не столько важно, где ты спишь, на чем ты спишь Какая кровать, какое одеяло, а как ты спишь Вот Алексей Васильевич был такой Одно из упражнений, там, реснички отдыхают Очень такое ласковое название И вот он просто сам в себе находил этот процесс И говорил просто Реснички отдыхают Реснички отдыхают Реснички отдыхают Вот, и человек потихонечку начинал себе вот это состояние Очень доброго расслабления, сна находить Ну, есть вот такое состояние Слезы радости, слезы умиления Когда Что-то получилось хорошее Да, вот, смотришь на свое поместье Иногда прям слезы наворачиваются Или ребенок родился прям Человек прыгает от восторга Слезы радости И это очень нужно человеку испытывать Потому что именно это состояние отвечает за творческий процесс в человеке А как ему напомнить? Потому что современное искусство, к сожалению, очень мало показывает эти состояния И человек это не тренирует Ну, я вам сейчас немножечко покажу Слезы радости, ладно? Вначале реснички отдыхают А потом можно немножечко подморщить нос Ну, когда мы морщим нос Дети очень часто морщат нос Это связано с дыханием Когда мы морщим нос У нас открывается дыхание И вот сморщить нос Вот это состояние Вот это состояние Слезы радости, слезы умиления Еще больше вот это состояние Видно, да? И вот Алексей Васильевич умел потрясающим образом себе находить эти состояния И передавать голосом Ну, об этом написали книжку Каким может быть человек Как он это делал Несколько фильмов Но призывал к тому, что Вот эта гимнастика Это не есть гимнастика положительных эмоций Просто с помощью вот этих элементарных положительных состояниев Слезы радости, улыбки, аппетита И несколько еще других Можно передавать свою натренированность Ну, например, математическую натренированность А натренированность Вот есть люди, у которых все растет Да, очень хорошо растет Как будто Толик Орлупа Или там Милинбаева И вот этому натренированность Можно передать с помощью этого состояния Или там Какие-то особенные физические возможности Скорость реакции и так далее То есть сама Сами эмоции одни А с помощью них Так как они очень хорошие и положительные Можно передать Разные Понятно, да? Вот так же, как художник пользуется красками Но каждый художник описывает Рисует разные картины Вот Еще какие вопросы? А как передать вот эти состояния? Это непонятно Просто человек входит в состояние И произойдет простая информация или как? Ведь важно не столько информация А то состояние С которым человек Эту информацию передает Ведь можно, скажем, говорить о погоде А передавать совершенно не нужно для людей состояние И акцент Именно нужно ставить на этом И об этом еще задумывался Ну, наши великие, скажем, русские театралы Как Станиславский Что перед тем, как выйти на сцену Должен человек себе Перевести какое-то особенное Творческое состояние Ну, называлось сверхсознанием И Ну, в первую очередь Человек должен быть здоров И духовно, и физически Если он не здоров То он передает автоматически и нездоровье Вот Это такая аксиома И искусство, в первую очередь Должно передавать здоровье Если оно это не делает Каким бы ярким оно ни было По своих художеств По своих техническим возможностям То оно, по большому счету, не нужно Но Для того, чтобы разбираться во всем этом Нужна вот именно вот эта азбука и грамматика Потому что иногда человеку кажется Что он передает что-то хорошее На самом деле не совсем так Вот И почему я говорил о защитных состояниях Почему сейчас Все больше крен в этом направлении Ну, не только исторически так сложилось Потому что Легче намного концентрироваться От защитного состояния Понятно, да? Чтобы на сцене как-то активно выступать Нужно быть ярким Голос звучал, двигался И Сама природа вот этого Защитного свойства Она как раз основана На концентрации Кратковременной И Человеку намного легче Сбиться вот в это И потом Нести информацию В защитном состоянии А ему кажется, что он созидатель Еще потом Поэтому Ну А как Как это понять Это можно Понять в сравнении Ну так же, как художник Сравнивает краски На палитре Да, вот Если положить рядом краски Сразу видно, допустим Даже если красная краска Одна и другая То сразу видно, что В одной краске Больше там, допустим Другого оттенка Так и здесь Алексей Васильевич Предложил Совершенно Тоже уникальный метод Сравнения состояния Сравнение Экран пополам И Видно сразу Вот это Созидательное состояние Это защитное состояние Ну вот так Я бы сказал А как переходить Ну разных методов И способов-то много Вот И самое хорошее Конечно Это общение с землей Потому что Ну на землю Ты не покричишь Она тебе ничего не родит Надо обязательно С добро Вот И Люди Когда переезжают В поместье Они переключаются Созидательное состояние Другое то Плохо то Что Они часто С собой Тащат Вот эту Извращенную культуру По привычке Вот Поэтому Нужно Конечно Тоже Этот момент Отслеживать Спасибо большое Еще вам Спасибо большое Что вы есть А можно еще Еще Вы говорили Что для этого надо Быть здоровым Телом и духом А если человек От рождения Нездоровый У него Протвен Вы знаете Есть удивительные Образцы В искусстве Когда человеку Даже физически Вот есть пианец Такой Петро Чуани Но Настолько Передает Жизнерадостность Оптимизм Светлую музыку То есть Он умеет Отделить Вот свое Нездоровье Даже физическое И не передавать Это в искусство Это уникальные Случаи Такие тоже бывают Но это видно Сразу А иногда Человек Вроде здоров Физический Там такой А передает Совершенно То есть В жизни он нормальный А на сцену Когда выходит Это Лучше бы он туда Не выходил Он переключает Совершенно Другие параметры Скажите А как быть Если дети Не примут Образ жизни И в такой раз Переедут в город Как это Было для вас Такое Детей воспитывает Образ жизни Родителей То есть Если ты сам создаешь более привлекательный образ, то они остаются рядом. И находят и самореализацию, то есть они понимают это. Например, родители очень сильные. Ваши все дети понимают? Я думаю, что да. Алексей Андреевич Горнаев. Поселение Родовых Поместий. Ковчег. Ваш аплодисмент.